Митя, ты читаешь? Хотел стать подводником. Находить всяких неизведанных животных. Митя сейчас 8 лет. Диагноз у Митя спинальная миотрофия второго типа. Это когда у ребенка пропадают, атрофируются все мышцы, в том числе и легкие, и глотательные, и все, которые есть вообще у нас в организме. Меня зовут Катя. Я 4 года работаю в детском поспице, Дома с Мойком. Я занимаюсь респираторной поддержкой ребят с нейромышечными заболеваниями. Прищепку надеваем. Чепонька. Все наши ребята с нейромышечными заболеваниями, они нуждаются в респираторной поддержке, то есть им нужны дыхательные аппараты. Это Нивол, откашливатель, потому что у них нарушена функция дыхания, и чаще всего кашля. Поэтому им нужно помогать правильно дышать, ну, хорошо, глубоко, эффективно, и кашлять, потому что кашлять почти все они не могут, к сожалению. Катя для нас вообще особенный человек, потому что она работает именно с тем органом, который один из самых важных для Мити – это легкие. С Митей мы давно знакомы. Митя классный, у Мити ЦМА, и сейчас он на терапии. Ну, мне очень нравится с ней играть. Я видела одного яичника. Я думаю, что я тебе не поверю. И даже когда она медленная леча тоже нравится. На среднестатистическом визите с Митей я делаю ему сперметрию. Сперметрию мы делаем раз в несколько месяцев и отслеживаем динамику объема легких. Я всегда смотрю Нивол и всегда смотрю откашливателя, потому что Митя растет, у него там набирает вес, теряет вес, у него разный объем грудной клетки. Поэтому мне всегда нужно посмотреть, насколько все эти приборы, они справляются с тем, чтобы помогать ему правильно дышать или правильно кашлять. Под опекой Дома с Маяком мы находимся уже порядка трех лет. И, конечно, вообще появление хосписа Дома с Маяком в нашей жизни это было большое-большое спасение для нас. Потому что, когда ты сталкиваешься с таким диагнозом, ты находишься в панике, ты не понимаешь, что делать дальше. И когда появился Дома с Маяком со своими специалистами, конечно, стало намного проще, легче, ты чувствуешь поддержку. Я обучаю родителей использованию всех приборов, которые мы выдаем. Слежу за тем, чтобы они были правильно настроены. С появлением вот этих аппаратов, которые помогают в жизни деятельности, стало намного проще, намного легче. То есть это теперь можно ночью поспать, не дергаясь, не слыша того, что ребенок у тебя задыхается. Для любого родителя болезнь ребенка – это очень сложно. И нужна обязательно какая-то поддержка. Мы эту поддержку, слава богу, получили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok